Ну что ж, мы продолжаем. На Кубань приходят холода, и не все успевают к ним подготовиться. И речь не о покупке зимней одежды, а о правильной смене набора в косметичке. Вот об этом и поговорит Ольга с нашей гостьей. У нас в студии Наталья Ищенко, косметолог. Оля, вам слово. Наталья, доброе утро. Очень рады вас видеть. Ну, как сказал Дима, конечно же, мы все сейчас озадачены проблемой подготовки собственного организма к зиме. Ну и, наверное, начнем, конечно же, с кожи. Как ее правильно для начала очищать? Доброе утро всем. Правильно очищать кожу. Эта женщина, когда просыпается, утром просыпается ее кожа. И желательно ее, конечно, протонизировать. То есть употребить в утреннее время тоник. Можно предложить лед с наборами трав. Но это заранее приготовляются обычно, такие композиции. И от этого кожа просыпается. Она усиливается кровообращение, и кожа становится более светлой. Она тонизируется, она просыпается. То есть она готова к нашему утру. Утру. Так, а если мы будем говорить уже о косметичке, да? Вот какие средства обязательно должны быть в ней зимой? Что это такое? Что исключить из того, что нам понадобится летом? А что обязательно подготовить к зиме? В зиме больше, конечно, нужны питательные крема и увлажняющие. Обязательно в косметичке не забывайте носить крем для рук. Женщину всегда, часто женщины ухаживают за лицом, за руками и за шеей, забывают. А руки у нас больше всего находятся на морозе, в воде. Женщина больше как бы работает руками. Поэтому желательно в косметичке иметь такие... То есть крем для рук – это обязательно. Крема желательно питательные. Питательные крема лучше употреблять в утреннее время, особенно когда морозы. А на ночь именно употреблять увлажняющие крема, потому что у нас включены батареи, отопление, и кожа обезваживается. На ночь очень хорошо принимать травяные чаи. Они как бы успокаивают и там витамины, и очень хорошо увлажняют кожу. А именно утром, когда кожа просыпается, и протонизировать, и нанести обязательно питательный крем. Это в зимнее время самое как бы для кожи подход. А правда, что говорят, что нанести крем утром на кожу нужно заблаговременно до выхода на улицу? Вот не сразу мы нанесли крем и побежали на мороз. Что это, наоборот, очень опасно. Это опасно. Желательно хотя бы за час, за полтора часа желательно, да. Это правильно, потому что любые кремы содержат такие вещества, которые могут на морозе, на коже отреагировать раздражением, покраснением. Даже иногда вызывает зуд. Поэтому, конечно, желательно заранее это наносить крема. И, конечно, употреблять в зимнее время специальный тонизирующий, извиняюсь, декоративную косметику, как бы щадяще использовать. Потому что желательно смотреть обязательно, чтобы был или увлажняющий, или питательный какой-то фактор. Тоже в тональном креме. И если пудра, ну пудра и так подсушивает лицо, желательно в зимнее время ее исключить. То есть только при необходимости, да? Да, у меня тут возник небольшой вопрос. Скажем так, мужчинам что делать? У некоторых мужчин жены, скажем так, настаивают на использовании также кремов, гигиенической помады. Вот как-то все-таки это же не наше. Вы знаете, я хочу сказать, сейчас очень в этом плане мужская косметология очень сильно развивается. И это правильно, потому что мужская кожа содержит немножко другой PH, как бы степень своей структуры кожи. И к ним это отдельно идет. То есть женский крем они подходят. Не я, ну ладно, не я, но даже если мужчина пойдет на поводу своей жены, у него должна быть своя косметичка. Да, сейчас очень много, кстати, фирма, многие фирмы предлагают большой ассортимент мужской косметики, увлажняющие крема, и даже в зимний период, и под глаза крема. Поэтому мужчина также, мужская кожа тоже требует ухода, и это правильно. Спасибо, я как-то... Ну, на самом деле, вот я как раз-таки тут соглашусь с нашей гостью, но и задам следующий вопрос. Если мы уже поговорили об очищении, поговорили о том, что должно быть в косметичке, вот теперь процедуры, да, то есть такой уже более серьезный подход к проблеме. Какие процедуры нужно делать зимой, какие категорически нет? Вот я знаю, что пилинг нельзя делать летом, вот зимой. Это правильно. Зимой, конечно, это прекрасное время для проведения таких процедур. Ну, тоже как пилинг, получается, зимой, да, да. Пилинги, они тоже, они разные, потому что по назначению, когда, если кожа сухая, она в зимний период, она более сухая, безвлажная, поэтому лучше проводить пилинги щадящие. А если кожа более пористая и жирная, то, конечно, там уже более срединный можно делать пилинг, эффекты очень хорошие. И кожа, ну, убирается верхние слои мертвевших клеточек эпидермиса, кожа более становится гладкой поверхностью ее, то есть лучше проникают крема, работают. То есть это прекрасный период именно для пилингов. И, как бы, я бы посоветовала еще женщинам перед, как бы, зимним вообще периодом очень хорошо пройти процедуру именно мезотерапии, увлажнения, потому что у нас мы, как бы, воды мало пьем, это мы не привыкли. И кожа у нас это как яблоко. Яблоко, знаете, да, когда оно наливное, то есть там много сока, и когда воды нет, оно начинает быть морщенное такое. Также наша кожа. Желательно, чтобы женщина чаще употребляла увлажняющие крема, побольше пила воды, побольше пила травяных настоев. Это основное для кожи. Наталья, спасибо вам большое. Очень полезные советы вы нам дали. Я думаю, что мы все обязательно ими воспользуемся. Спасибо большое. Спасибо вам. Ну что ж, если вы не успели на начало интервью, ищите его на сайте kuban24.tv. Вскоре оно там обязательно появится. Ну а пока прервемся на пару анонсов. Никуда не уходить. Увидимся через минуту.